В этом году погода будто сошла с ума. В райской Калифорнии дым от лесных пожаров накрывает города. День больше напоминает ночь. Также темно и холодно. Солнце не может пробиться сквозь рыжую пелену. Пейзажи больше напоминают марсианские. Короче, мужики, походу, мы что-то совсем не то наделали. Ужас, что происходит. Пока Калифорния догорает, на южное побережье Франции обрушились небывалые ливни. Та же беда в Хабаровске. Там Амур вышел из берегов. В Тунисе улицы тоже в воде. А над Карфагеном невиданный доселе смерч. И даже скалы не выдерживают напора стихии. В Норвегии обрушилась гора Манен. В Киргизии в разрушительный оползень превратился пик Каракича. Природа словно намекает о грядущих потрясениях и на севере. Классика жанра телеканал РЕН-ТВ сообщает о том, что скоро от крупнейшего ледника Гренландии ничего не останется. От крупнейшего шельфового ледника Гренландии откололся гигантский айсберг площадью в более 100 квадратных километров. В общем ряду природного сумасшествия в этом году Красноярск занимает достойное место. Горожане будто переживают казнь египетскую. Предсказания начинают сбываться у нас на глазах. Не успел Красноярск оправиться от нашествия златоглазок, как город атаковали божьи коровки. А вслед за ними, трепещите арахнофобы, улицы заполнили мелкие пауки. Не стоит думать, что все это предвестники Армагеддона. В красноярских психиатрических клиниках места и так мало. Нарезка катаклизмов со всего мира это манипуляция. Мир настолько огромный, что в нем постоянно горят леса и кого-то топит. И нашествие насекомых это всего лишь следствие климатических изменений. Есть такие данные, что после теплых зим золотоглазки более массовый вылет. То есть может быть из-за этого. То есть на самом деле очень много причин. Они могли просто друг на друга эти причины наложиться. Соответственно массовый вылет произошел. Ну если будет похолодание, они погибнут, конечно. Для красноярцев глобальное потепление как манна небесная. В этом году в нашем регионе рекордный урожай. Фермеры снимают больше 30 центнеров зерновых с гектара. Такого вообще никогда не было. Праздник и удачников, картофель, морковь, свекла, баклажаны, кабачки, помидоры. Всего этого завались. Огурцы, кабачки, что любят больно влагу, то этого, конечно, даже в избытке. У меня 12 корней было, я не знаю. Мы ведер 20 продали и еще и себе банок 40 закрыли. О, еще и так сколько поели. Куры поели и все. Ученые говорят спасибо погоде. Кажется, еще пару таких годков и Кубань будет завидовать Красноярскому краю. Май был жарким в этом году. Аномально теплый был май. И больше было осадков в июне и в июле. В этом году хорошо себе повели корнеплоды. Столовые корнеплоды из овощных культур. Вот они дали больше урожай. Морковь, свекла. Для капусты этот год был благоприятный. Для гороха. В этом году потеплело настолько, что в Красноярске вновь зацвела яблоня. Если бы аномалия продержалась в городе еще пару месяцев, можно было собрать второй урожай. Именно этот год очень благоприятен. Ведь обратите внимание, не было палящей жары, было разумное количество дождиков. И природа откликнулась. Природа откликнулась тем, что идет второе цветение яблонь на сегодняшний день. И не только яблонь. Ну и вот и насекомые тоже маленечко подобманулись, потому что они все-таки живут не по григорианскому календарю или какому там еще, да, не по напечатанному, а живут они по биологическим часам. Часы показывают весна, они говорят есть и начинают второй жизненный цикл. Выводов в этот раз не будет. Просто хочется, чтобы эта сказка о потеплении, мягких зимах и небывалых урожаях никогда не закончилась. Виталий Поляков, Воскресные новости ТВК.